Продолжаем тему рождения и уничтожения кванта электромагнитного поля, а я напомню, что мы стартовали с картинок, когда мы описывали электромагнитное поле, с ним еще четырехмехом векторного потенциала, причем мы наблюдели в условиях, когда это поле в пустоте, без скалядов, можно считать скалядным потенциал нулевой, а на векторном потенциал может быть условием фактической поперечности, и тогда вот из этих четырех компонентов оставится только две независимых, и вот векторный потенциал мы положили по двум независимым компонентам, я напоминаю всего два значения, скажем, вот, и по плоским волнам индекс К пробегает бесконечный ряд значений, но счетный, а соответствующие коэффициенты, которые здесь, являются обобщенными координатами, а сопряженная в ней величина, домноженная на h, это канонический импульс, так что мы получили описание поля в терминах обычных для механики координат и импульсов, это вот принципиально важно на эфире, узнали, как выглядит разложение векторного потенциала по осцилляторам, осцилляторы у нас индексируются двумя индексами К и λ, вот, можно представить разложение напряженности электрического магнитного поля, и мы это даже делали, да, а затем из такого выражения вытекает, что, вот, для такого выражения и если классический гамильтониал, в свою очередь окажется суммой отдельных гамильтониалов для отдельных осцилляторов, причем выглядит не так, как и полагается для этих самых осцилляторов только единственное, что этот набор осцилляторов бесконечный это было чисто классическое описание электромагнитного поля и все это можно найти в теории поля Ландау и Ликшиц то есть там, в этом случае, дается удобная переплетка от просто функции набора осцилляторов и это, в частности, используется во многих местах именно такое вот описание, в том числе, особенно оно становится активным, когда возникает необходимость устроить не просто описание поля, а описание взаимодействия этого поля с зарядными частицами или даже со средой ну, например, то же самое явление излучения в обелочеренкова нужно объяснить, как взаимодействие этих осцилляторов со средой, в которой движется заряд хорошо затем мы приступили к процедуре квантования в квантовой механике обычные координаты и импульсы заменяются на оператор умножения на х и на оператор дифференцирования по координате ну, если одномерный случай, то, значит, здесь будет в квантовой х вот вместо этих координат х и В можно употребить для, соответственно, оператора А и А уже будет с крестом причем, на что я хочу обратить внимание в прошлом раз я это говорил что если в классической механике это более величина, зависящая от времени то в квантовой механике это становятся операторы, не зависящие от времени ну, в частности, А сточность видом множителя есть оператор умножения на х плюс оператор дифференцирования поясу, да? вот в соответствии с этим агораторами становятся и сами векторные потенциалы а вместе с ними поля ну и, соответственно, велитаниан только нужно сказать опять-таки следующее в том, что касается полей то у них исчезает зависимость от времени это стало величины зависящие только от координаты а вся зависимость от вертиза сведотачивается в векторах точнее в волновых функциях изображающих состояние поля так значит ну соответственно эти величины тоже будут функцией только координат а эти величины преобразуются из-за условий принтования несколько более хитрое окружение которое выглядит таким таким образом значит это становится оператором а методически сопряженным а зависимость от т исчезает и еще появляется слагаемое соответствующее нулевым колебаниям электроактивного поля вот такую штуку мы в прошлый раз закончили доделали и дальше еще мы договорились как именно эти операторы действуют на состояние поля ну в частности например оператора крест действует на состояние поля оно конечно зависит от времени зависит от времени по закону и а лео 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 включает полную энергию всего этого поля но как выглядит состояние поля оно задается количеством квантов данного сорт вот тут будут какие-то значения для самых разных осцилляторов то конкретный оператор рождения да то он будет действовать только на то состояние которое соответствует этому лео предположим в этом состоянии имеется 10 10 штук квантов тогда мы знаем чисто из квантовой механики что под действием этого оператора данное состояние ведет следующее все остальное состояние не изменится но это состояние приобретет дополнительный квант квантов единичку тоже нужно было бы написать с индексом к и лямбра это не просто квант а именно данные кванта никакой другой и что еще очень разное появится вот такой множитель ну кроме того поскольку зависимость от времени здесь была вот такой где омель отключала себе сумму всех омель всех состояний а здесь будет на единицу больше чтобы зависимость слева и справа оказалась одинаковой нужно прибавить туда или сюда сюда придется прибавить и омель вот такой вот ну аналогично оператор апес креста соответствует уничтожению уничтожению 1 1 1 а что будет делать оператор а большое оператор а большое большое зависящий только R да давайте теперь посмотрим как он действует на то состояние поля в котором все остальные состояния пустые и только наше состояние которое мы интересуем мы интересуемся да в нем есть некоторое количество квантов в том числе может быть и нулевое ответ будет выглядеть все тот же что по действиям такого оператора а такой оператор есть сумма всевозможных осцилляторов именно этот осциллятор будет возбужден и значит возник что возникнет вот эта сумма из этой суммы только одно слагаемое с теми самыми лька и лямгами которые соответствуют вот этому значениям сработают так и дальше сработает вот это слагаемое потому что в нем если мы интересуемся рождением квантов поля в нем содержится масса звёздочка к лямг появится тогда вот этот множитель переход станет возможен только в состоянии где все остальные нули а данные окажутся на единицу больше так дальше что еще возникнет дальше возникнет тот коэффициент который был при отключение крест коэффициент а какой при ней был коэффициент весь этот только сопряженный точно возникнет множитель вот нормировочный множитель так возникнет слева был вектор значит и справа должен быть вектор вот такой вектор насопряженный возникнет множитель Е в степени ИГР насопряженный так ну и вот этот положитель мы тоже не должны упустить таким образом состояние поля в котором есть только н штук таких вот квантов да перейдет под действием императора А в состояние поля где таких квантов станет больше на единицу и принципиальной важности момента заключается в проявлении вот этого вот совершенно симпатичного ноутбеля это а вот левая часть ума где 1-2 без христа листов он нам не дадут вклады а конечно я просто интересовался как вот эта штука будет работать в случае когда будет воздействие полного оператора кроме того перехода может сработать и эта часть она к чему придет она придет к тому что будет уничтожен план поля и возникнет другой множитель на этом месте да просто энкориантер и все сопряженное справа перестанет быть сопряженным так что под действием оператора а на такое вот состояние поля может происходить только две вещи переход в состояние с на единицу большим и на единицу меньшим числом квантов мы же начали с чего мы сказали что это состояние поля где все остальные число нулевые да и интересуемся именно этим состоянием а если мы с крестом борисовым то не может стать единичкой там где может но тогда это будет переход в какое состояние состояние скажем она может подействовать на вот этот нуль и перевести его в состояние на единицу большее но если мы интересуемся переходом в состояние где меняются кванты данного софта то я должен поставить на этом месте тоже нуль а переход нуль-нуль а дает чисто нуль-нуль квант ну точно так же можно сказать что поскольку а связано с е и б чисто линейными соотношениями того же сколько действия с немножко другими коэффициентами будет и под действием оператора е и оператора б то есть электрическое магнитное поля для состояния поля с данным числом гладов да именно для этого состояния приводит к увеличению этих квантов на единицу или к уменьшению на единицу и больше ничего да почему я акцентирую внимание вот на этом мастерстве потому что наличие вот этого многотеля чисто гладного механического которого конечно нет ни в какой классической механике есть просто фундаментальная базовая основа для лазерной техники проблема заключается в том что если у вас есть некая среда в которой атомы помещены в состояние инверсное то есть когда они располагаются не на основном а на некотором возбужденном уровне вот тогда спонтанно может произойти переход из этого уровня в основной и при этом будут исключаться кванты вообще говоря разного сорта конечно мы знаем что все они будут одинаковой энергией но они будут вообще говоря с разными к и вообще говоря блоков даже и с разными лямбами так если же лима среда помещена в резонатор да скажем это прозрачный кристалл кварца прополированным в конце полупрозрачными стенками то что будет происходить вот эти кванты летящие бог знает куда как и улетят а вот те которые распространяются в этом направлении будут гулять между этими стенками у нас возникнет состояние полы в котором будет несколько квантов данного сорта с определенными к и лямбами которые соответствуют движению вот в этом направлении и тогда тогда и тогда возможно вы знаете что переход снизу вверх скажем вообще говоря происходит все равно под действием поля этот переход совершается либо с вероятностью пропорциональной вот этому множителю вероятностью квантов поля не было либо с вероятностью повышенной это же все возводится в квадрат если у нас здесь накопится достаточное число квантов то вероятность будет возрастать на много раз это есть основа действия лазера причем вероятность чего вероятность квантов только данного сорта и когда их накопится достаточно мокро их выпускают или это делается самопроизвольно в данном направлении при этом все кванты оказываются одинаковыми в данном направлении то есть это будет когенентное состояние хорошо что хочется сказать напоследок мы развели теорию квантования электромагнитного поля и такая схема будет дальше применяться во всех остальных случаях то есть у нас будут координаты поля что является координатами поля в данном случае в конечном счете это а и окрест координаты и импульсы стартуем мы от чего стартуем мы от векторного потенциала в каком-то смысле векторный потенциал в определенном смысле является координатой поля только если обычная координата подробная х взыar то есть если эта координата пробегает при данном все у и и и з это будут некоторая функция то есть вместо координат определенных частиц из которых мы можем перечислить, возникает непрерывное распределение поля, в этом смысле, оказывается, конечно, похоже на то, что называется в гидродинамике сплошной средой. Но запомним это обстоятельство, что фактически А ассоциируется у нас с координатами и импульсами самого поля. По виду, так нужно поступать и в других случаях. Когда мы начнем описывать поля своими потенциалами или своими функциями, эти функции могут быть отличны от векторной функции, в случае электромагнитного поля, это могут быть скаляры, причем скаляры тоже разные, вещественные, комплексные, это могут быть спиноры, опять-таки спиноры могут быть вещественные, комплексные, вещественные, вот. Все, схема будет тому самая. Мы будем разлагать соответствующие координаты, тверя по плоским волкам, подбирать коэффициенты так, чтобы гидродинам наблюдал, вот таким вот образом, где вот эта вот величина у нас будет неустойное, как оператор числа соответствующих кланок, вот. Ну и смотреть переходы по действиям таких операторов. Поскольку это у нас есть такая голубая мечта, то, может быть, эту мечту нужно сделать немножко более удобной. Все, что мы сделали, нормально, хорошо, строго, но не слишком удобно, вот в каком отношении. Пока мы были в рамках классической, в рамках нелитивистской квантовой механики, мы не очень заботились о том, чтобы координаты и время выступали на равных. И вы знаете, что это действительно не так. Уравнение Шлёдинга, да? Уравнение Шлёдинга, время и координаты выступают несимметричным образом. По координатам преословим двукратное дифференцирование, в то время неоднократное. Для квантной механики нелитивистской это естественно, правильно, хорошо. И формализм, который там был развит, прекрасно работает. Но мы же с вами собираемся заниматься теорией поля. Принципиальный момент у него, как я уже говорил, является возможность рождения и улучшения квантов. Это требует рассмотрения с самого начала релятивистской теории. В литивистской теории координаты и время должны выступать, как некоторое четырехмерное единство. А это означает, что то описание, в котором операторы показали завещающими только от координат, но не от времени, не является удобным для задач литивистской квантовой теории поля. Это описание оперирует в шейтенгеровской картине квантовой механики. Но вы знаете, что есть еще газинберговская картина, в которой в зависимости от времени состояние перенесена на оператора. И эта картина для нас будет более удобной. Сделать это достаточно просто, если просто взять, это видно даже вот из этих матричных элементов, вспомнить, что вот эти величины зависели от времени вот таким образом. и перейти к представлению, в котором эта зависимость будет неопроявлена. То есть давайте сделаем разложение не просто по плоским волнам, а по плоским волнам, содержащим зависимость от времени. то есть пусть у нас здесь будет Е в степени, по-прежнему ИКТ, но еще добавим минус И ОМКТ, и тоже будут, соответственно, операторы. По-прежнему будут не те величины, вот эти операторы. Но тогда сам А начнет, зависит от времени, причем координаты и время вы посмотрите, выступает в такой комбинации. В комбинации, где входит на самом деле четырехмерное произведение. Если я введу метро четырехиндеса, вот с этого момента удобно начать вводить систему ифинизм, в которой постоянная планка и скорость света равны ифинизме. тогда волновой вектор и импульс, и энергия будут иметь одну и ту же размерность, что очень удобно. С другой стороны, координата и намевая компонента равная ЦТ, то есть время, тоже будет иметь одинаковую размерность. это очень удобно, но в частности под камнем мы можем понимать не волновой вектор, а прямо импульс. С другой стороны, тут комбинации Т и Д, мы можем разуметь четырехимпульс, четырехрадиус вектор. Поэтому вся лакета иначе она действует что именно как хμ на хμ я вам напомню, что хμ есть Т на минус Л так что это произведение как раз и есть элиативистский вариант. Итак, сегодня в премьере мы будем следовать вот этой традиции. Традиции, в которой разложение идет по плоским волнам, включающим зависимость от времени. Весь этот показатель экспонента тогда на самом деле сведется к величине минус И к мюн х мюн. Ну и в самых продвинутых учебниках включая Традиционерского или Суткоевского вот эта комбинация записывается просто. к на х суммирование по индексам, которые у нас есть, подразумевается. Ну и, конечно, здесь будет тогда противоположный знак. Вот это необходимое добавление, которое тоже будет соблюдаться дальше. И еще один момент. Множик, который здесь возникал в качестве нормировочного, теперь должен упроститься. Аши, ци исчезнут. Хорошо бы его тогда записывать вот таким образом. Добавивши сюда двойку и сюда двойку. вот этот множкир единиц на кольнис 2 омега к на в постоянно будет встречаться дальше в разложениях какого сонка. Личина же 4 пи связана с вот такой вот нормировкой энергии, которая имеет место в гауссовой системе единиц в теории электромагнитного поля. Так что в этом смысле этот нобель он специфичен для электромагнитного поля и не будет присутствовать в полях скалярных и спинологах. Ну, значит, еще одна добавка, которая тоже была бы существенна, заключается в том, что такую же процедуру можно провести не только для нервной, но и для импульса. Импульс коры вы знаете, это есть произведение векторное веном B деленное на 4 пи где-то там c фигурина мы теперь отказались c у нас вполне отсоединились проинтегрированное по всему объему. Ну, и можно показать, что это величина сведется в сумме пока не поляна импульсом отдельных частиц. А как выглядит импульс отдельных частиц? Он должен быть пропорциональным соответствующему импульсу. А кроме того, в реликвидистом случае для фотонов вы знаете, что энергия равняется с nk так, да? Поэтому энергия отдельного кванта, который здесь входит, или импульс отдельного кванта будет выражаться той же самым наложителем, чем поскольку омега, которая здесь фигурирует, равняется та, которая здесь фигурирует, по многу то здесь останется только вектор окрестки а с индексами колянда колянда. Таким образом мы можем сказать, что отдельно взятые операторы вот этот и вот этот соответствуют рождению квантов поля с определенным импульсом так с определенной ненгией и можно показать ну и с определенной поляризацией причем циркулярная поляризация правой или левой соответствует спиральность плюс или минус единица для этого нужно было просмотреть еще помимо энергии и импульса еще реликтивистский момент импульса это немножко более громоздкая вещь поэтому мы ею заниматься не будем но само утверждение о том, что правая и левая циркулярная поляризация соответствует спиральности оперирует к тому, что вы знаете квантовые механики и вообще-то представляется достаточно прозрачно так все что связано с электроматикным полем закончилось и мы начинаем новую тему которая будет связана с другими полями в качестве таких полей мы будем рассматривать скалярные и спинорные поля дополнительно и вот дальше задает вопрос такой как разумно действовать в этом случае многие вопросы в отношении к электромагнитному полю снимались просто тем обстоятельством что мы про электромагнитное поле многое знаем ну к примеру мы знаем что в классической механике поляк управляет уравнением уравнения масла вентальный потенциал управляет полномом уравнению для этого у нас было самое существенное полномое уравнение в свою очередь означает что у нас была вот эта самая связь между энергией и импульсом как мы теперь понимаем отдельно взятого плата ну или между молниевым вектором и частотой соответствующей плоской волны по-видимому мы должны по отношению к другим полякам действовать таким же образом у нас за душой должны быть уравнения движения у нас за душой должно быть выражение для энергии для импульса и для момента импульса который я в нем писал а можно его выписать вот но в отличие от электромагнитного поля где все это проходилось в втором курсе по отношению к другим полям таких сведений у нас не можно можно начать заниматься постулированием соответствующих уравнений затем соответствующих законов сохранения и такие постулаты были бы справедливы или нет если они совпадали бы с экспериментом а есть с другой стороны единый подход который позволяет выводить и уравнение движения законы сохранения и он хорошо известен в классической механике это лагранжев подход его можно было бы применять и к электромагнитному полю если вы посмотрите книжку теории поля ландо влившице то там так и делается все начинается с того что постулируется соответствующая функция лагранжа для электромагнитного поля принцип наименьшего действия из него вводится и уравнение максвелла и эти выражения для энергии импульса и так далее но поскольку про электромагнитное поле мы и без лагранжев подхода все знаем а он там не очень такой технически простой мы этим не пользовались но по отношению к другим полям это вот наверное будет оправдано поэтому перед тем как начать такую же процедуру квантования применять к другим полям кроме электромагнитных давайте вспомним еще раз как происходит описание в классической механике лагранжевом подходе как можно лагранжевый подход применить к описанию полей и потом пользуясь этим начнем действовать самым простейшим полям скалярные вот такая программа на ближайшее будущее итак лагранжевый подход теории полей итак 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 все это у вас заложено в действие я думаю все это могу успеем но вдруг и способ действия, который мы здесь обнаружили будет применяться и в отношении других самих в чем заключается трудность по отношению другим полям в том, что у них фактически нет классического аналога вот в электромагнитном случае координаты поля векторный потенциал фактически тоже не имеют классического аналога но производные от него напряженности полей могут быть измерены непосредственно когда палец вставляете в розетку, вы это все чувствуете а для других полей такого классического аналога нету поэтому возникают трудности в представлении что же такое поле но мы будем относиться к полю как к функции, координат и времени то есть 4 радиус вектора, которые описывают его состояние итак, я вам напомню, как строится классическая картина в механике я надеюсь, что все вы слушали курс аналитической механики но может быть подзабыли эти формулы поэтому я напомню, потому что строительство в теории поля идейно будет такое, но усложненное поэтому хорошо бы вспомнить простые варианты итак, с чего начинается описание классической механики предполагается, что у нас есть функция лагранжа она есть функция координат некоторых обобщенных и скоростей вообще говоря, и времени но для нас время пока будет несущественным дальше дальше говорится, что в ньютоновской картине мы стартуем от того, что постулируем уравнение движения в лагранжевом подходе мы стартуем от того, что мы постулируем принцип принцип наименьшего действия, который просит следующее построим интеграл от функции лагранжа а координата и обобщенная скорость зависит от времени поэтому мы можем поинтегрировать эту функцию от точки Т1 до точки Т2 то, что мы получим, будет числом хорошо но как это число додувается? что такое Т1, что такое Т2, что такое Q? речь идет о том, что мы рассматриваем картинку, где в момент древней Т1 частица находится в точке Q1 вообще говоря, Q может быть много, поэтому я нижние индексы сохраню для того, чтобы нумеровать эти координаты ну, например, обычные не как-то координаты x, y, z это будет Q1, Q2, Q3 а это вот в начальный момент частица находится в этой точке нас интересует вопрос о том, как будет двигаться частица для того, чтобы прийти в точку Q2 на шкале Q2 в момент времени T2 начальное и конечное положение ну, при этом ну, при этом если я в начальной точке буду задавать различные скорости то у меня получатся различные траектории идущие вообще, говоря, Бог знает куда среди них мы выделим ту траекторию, которая соответствует истинному движению так, частица находящаяся в момент времени в этой точке в эту точку переходит в реальном движении это и будет та зависимость, которую мы ищем перейти она может по той причине, что в основном эти задачи фиксированы оказались только координаты скорости скорости же не фиксированы они могут быть любые итак мы ищем или это могут сделать вот эту самую синюю кривую ну, как мы ее вечно мы рассматриваем набор всевозможных кривых которые отличаются от наших некоторых добавок эта добавка назовем ее единым символом т как у от т есть некоторая функция которая может быть вообще, говоря, произвольной ну, там есть некоторые условия гладкости ее но она должна обязательно начинаться в этой точке и оканчиваться в этой точке так что есть такие условия что G на Q в точке на самом деле не отличается от Q равняется нулю то есть обязательно белая тривая начинается кончается там, где и синяя в таких обстоятельствах в таких обстоятельствах что из себя будет представлять S в математике в математике эту штуку называют функционал когда функции Q белой сопоставляются с чесном так что это функционал над полем всевозможных Q дальше ищется экстремент этого функционала при вот таких условиях на вариации координаты утверждается что это постулат заменяет уравнением ньютона из этого постулата можно получить уравнение движения которое вы помните как выглядит D по D производная функция лагранжа по кусточкам минус производная функция лагранжа по Q равняется 0 если у нас есть много координат не одна то такие уравнения имеют место для всех независимых координат я надеюсь вы помните как выводится это требование может быть полезно его напомнить тоже я сейчас коротко это скажу и потом перейду к теории поля делаем это следующим образом смотрите рассмотрим вариацию функционала для этого нужно посмотреть как изменяется эта функция при изменении функции Q это тоже до сих пор делается можно взять производную от функции лагранжа по Q до того же надо это Q плюс производную от функции лагранжа по под кусточкой до множества на вариацию под кусточкой так и нужно поделать чтобы вот эта величина равнялась 0 дальше делается такой трюк который в этом одномерном случае легко демонстрируется и потом уже будет пользоваться в теории поля трюк следующий вот здесь вот эта штука может быть так же записана по-другому как произвол 1 по-другому от дельта а теперь эту производную давайте перебросим на первый саммножитель это можно сделать таким образом сначала напишем полную производную от первого саммножителя на второй на второй это даст нам вот такое слагаемое но даст еще слагаемое где дефиницируется первый саммножитель это лишняя величина и ее придется вывести и так второе слагаемое дождеское мы пребросуем таким образом после чего можно переписать наш в виде двух слагаемых один который будет включать все что связано с дельта эти два слагаемые и и второй который будет включать вот эту полную производную но полная производная проинтегрированную по времени даст нам просто вот это диффиницируемое выражение да соответственно наверх и нижнем пределах вот затем мы вспомним это вот требование и стремим внеинтегральное слагаемое посмотрим на то что получилось интеграл равен 0 как вы помните но из этого вовсе не следует чтобы вот интегральная функция равняется 0 хорошо известный предел интеграл от синуса φ в пределах от нуля равняется 0 но синус φ вообще не обязательно равняется 0 а здесь есть дополнительные условия эта штука равняется 0 при любых значениях это и основное лемо вариационное исчисление гласит что если это справедливо для любых вариаций то тогда вот на этот норм непременно должна равняться 0 если для любых вариаций это есть 0 то это может произойти только от того что эта скобочка равняется 0 что и приводит к равнению движения вот такую же программу мы можем провести по отношению к релитивистскому случаю давайте сделаем перерыв и после этого займемся этим делом это у нас было классической теории механики перейдемте к классической теории умер с чего мы страдали классические ампинатики мы говорили как происходит описание координаты тогда автоматически известны обобщенные скорости как производные от координат правильно а вся система задается после того как известно функция лагранжа после того как известно функция лагранжа можно устроить действие и выгнув постулат об экстремальности действия при определенных условиях мы получаем уравнение движения кроме того затем мы из действия будем получать интегралы движения все это можно перевести перенести и в классическую теорию поля но только рассуждение будет пример мы тоже должны стартовать с координатами только что мы будем призвать под координатами например в случае в случае электромагнитного поля в качестве координат будет вступать векторный потенциал как функция 4 радиус вектора с этой точки зрения наши координаты сами делаются функциями 4 радиус вектора а вот вопрос на самом деле координаты должны быть не связаны координаты должны быть независимы это означает что у нас эти координаты через кроме на самом деле на самом деле будет 4 набора функций вот буква И будет пробегать 4 значения соответствующие 4 компонентам вектора а они вот дальше мы накладывали на них условия все остальное это приводит к определенным требованиям по отношению уравнениям движения и так далее вы помните что и уравнениям движения так и получали уравнения в форме волнового уравнения мы вычитывали условия Лоренса только после этого оно возникало поэтому там возникает безусловно такая вещь как уравнение Лагранжа с определенными связями это правильно то есть если развивать Лагранжу подход к электромагнитному полю то связи нужно учитывать поэтому мы не занимались этим это немножко сложно теперь а если мы возьмем скалерное поле да только это должна быть одна функция ну скалерное поле может быть вещественным когда это не по существу одна функция мы не будем узнать букву Фи от Х и ассоциация будет такая же как с электромагнитным полем это будет максимальная близко к тому что мы делали вы помните что каждая компонента А была вещественной функцией Фи тоже у нас будет вещественная функция вещественная если скалерное опоро комплексное да то вообще-то говоря возникают две координаты по 1 и по 2 одна из них будет функция фертекс например вторая будет функция несомряженная здесь это вообще-то говоря две независимые функции правильно можно было бы взять реальную или мнимую часть например вверх но более удобна такая комбинация наконец может быть спинорное поле яковское поле там в качестве координат выступает поле спинорное причем у обычной спины имеет одна вторая соответственно две компоненты да у Герака это 4 комбината так что индекс A пробегает 4 значения соответствующие четырем значениям беспинор я сейчас вы уже знакомились нет с уровнем уравнения уравнения гордона а на две скобки раскладывается просто уравнение клеено гордона фото оно касается однокомпонентной функции и что уравнение уравнение гордона гордона фото но не только оно действительно удовлетворяет уравнение гордона о котором мы потом будем подробнее говорить важно то что это комплексная функция это 4 комплексные функции поэтому в качестве координат будет выступать 8 величин причем помимо пси должно быть пси сопряженное но причем предпочитают не просто пси сопряженное а псиомидовские так сказать содерженное об этом мы будем подробно говорить просто я заранее хочу сказать что такое координаты координаты в данном случае это функции 4 радиус вектора их может быть одна их может быть несколько так дальше опять вместо обычной функции лагранжа которая зависела от и от кусочка а что такое кусочка это производная по нулевой планете радиус вектора да в этом случае у нас будет фигурировать раз у нас заданы эти координаты во всем пространстве то приходится вместо функции лагранжа употреблять лагранжевую плотность которая будет аналогом обычной функции лагранжа это лагранжевую плотность я его прописал в такой вычурной луговой р под названием чего ну конечно координат понимаем в таком смысле в каждой координате сама есть функция четыре радиус вектора так дальше дальше нам должно быть от производных но если мы надеемся что наша наука должна быть лидийскими вариантами то нам нужно зависеть не только от производных по времени но и производные по всем остальным на равных условиях то нам хотят такая личина как демьер ну так сказать обобщенная скорость только и литийская да вот так должен выглядеть наш лагранжав само же действие при этом действие при этом у нас по-прежнему будет интегралом от лагранжаана по времени да но это будет интеграл от лагранжаана по времени который сам есть интеграл по координате извините по пространству то есть у нас возникнет вот такая вот конструкция теперь какие требования в классической теории Холли накладываются на вот эту лагранжу плотность да есть естественное требование чтобы отсюда мы будем получать законы сохранения нервы и пульс и так далее которые являются вообще говоря вещественными личинами поэтому и фонус лагранжа должна быть вещественной вещественной когда она будет переродиться в архоматоре то это должен быть термитов оператор так это одна вещь второе упражнение что это должен быть рентинский инвариант поскольку действие есть число интегрируемое мы по т4х значит под интегралом должен стоять инвариант наконец менее очевидное требование это вот плотность должна зависеть от конечного числа производных и по математике утверждается что если взять бесконечный набор производных то им можно смоделировать интегральный оператор который будет соответствовать нелокальному взаимодействию но мы даже конкретно во всех то точно так как и классическая механика я понял что это есть уравнение второго порядка по времени как уравнение нельтона поэтому и там мы будем ограничиваться вторым порядком будет входить только второе отсюда если функция грамм зависит от первых производных то уравнение движения будет уравнение второго порядка то уравнение то уравнение то то уравнение мы рассмотрим вот этот вот интеграл четырехвердное пространство там был однократный интеграл по Т от Т1 до Т2 здешний интеграл нужно рассматривать четырехвердное пространство я его не могу изобразить но давайте я ее изображу только Т например и и еще мысленно добавим и в этом пространстве мы скажем возьмем некоторую гиперповерхность ее можно организовать например на подруге того пусть у нас здесь будет конкретная поверхность Т1 и Т2 так пространство Х мы тоже ограничим у х и z мы тоже ограничим и возьмите вот такую поверхность называем ее буквой сила которая будет ограничивать некоторый четырехмерный объем омена значит у нас расти вот такой четырехмерный объем причем вот этим самым координатам предполагается что мы уходим на бесконечность поэтому в уме мы эту границу будем простирать по х по у и по з потом до бесконечности мы конечно будем предполагать что на бесконечности наши поля должны как-то исчезать хорошо итак мы будем требовать что мы организуем действие действие по-прежнему будет функционалом от q дальше мы будем варьировать эту q смотреть за вариацией действия и требовать чтобы она обращалась в ноль при условии какое раньше было условие вариации должны были исчезать на границе полностью интегрирования точки t1 и t2 то есть мы здесь мы требуем чтобы вариации исчезали на вот этой вот самой гибельной поверхности в четвергомерном пространстве ну вот собственно и все что нам нужно для жизни равновременно что-что равновременно это равновременно чтобы эхо на границе обращалось в ноль ну а дальше утверждается действие совершенно аналогично можно показать как будет выглядеть уравнение движения давайте будем действовать совершенно аналогично так мы потребуем чтобы дельта с равняется нулю с другой стороны дельта с что будет из себя представлять интеграл да по не от t1 до t2 а по всему четырехмерному объему омега от чего то же самое функция награнжевого производная по му на дельта му плюс плюс еще наша награнжевого плотности зависит от такой вот величины и значит можно взять вариацию по этой величине так и добавить на вариацию от этой величины и проинтегрировать по d4x это абсолютно то же самое что было раньше у нас сделано дальше дальше точно так как и было в предыдущем случае перепишем вариацию в дельта пункте вариация от кусточкой перепишем ее как производную от вариации то есть вот это заменим на дельту абсолютно так как здесь операция перестановочная операция что дальше мы все хотим свести кусочком зависящим только от вариации самой кардинаны но не от нее производной для этого сделаем торжественное преобразование вот вот такое слово значит эту производную которая здесь фигурирует мы это поступим так введем производную от всего вот этого комплекса это будет на умноженное на три это вот этот агрегант если выполнять это дифференцирование то возникнет во-первых вот этот объект где дифференцируется второй сомножитель и объект который дифференцируется первый сомножитель а второй остается без изменения он лишний и он надо ликвидировать это будет аналог этой измеченной да замечательно выделяем на сомноженное сомноженное дельта надо остается то что у него вот вернena так возникнет теперь вот этот новый комплекс а нет вот этот вот вот полный с одного минус теперь размножается на ΔQ интегрируется по всему четырехпостранству и остается вот эта полная производная которую можно воспользовавшись в тюремной астроградского кауста в четырехпостранстве как мы поступали вот с этой величиной мы производили интегрирование по Д и получали в ней интегральное сладание на поверхности точно так можно сделать и здесь вообще эту формулу полезно вспомнить я не знаю значит, вы помните, что есть в ней ГРУ интеграл от градиента некоторой векторной функции от дивергенции векторной функции от дивергенции то его можно преобразовать во что? а вот в интеграл по поверхности да? это и есть теорема астроградов по поверхности которая ограничивает этот объем четырехмерный аналог выглядит таким образом если я возьму вот такую вот четырехмерную негативенцию интегрирую ее по четырехмерным объемам то я получу интеграл по четырехмерной негативенции окружающей этот самый объем ну и если мы это сделаем здесь то у нас добавится вот этот вот кусочек такой вот этот вот кусочек да? ну на этой самой гиперповерхности а мы с вами договорились что дыркакул на этой гиперповерхности исчезает исчезает помните это условие вот это вот так что это вне вне четырехмерного интеграла дополнительное основание а это извините это вот сюда надо добавить да оно исчезает и останется только то что у нас есть и к нему опять можно применить основную лену в это само исчисление если этот интеграл при любых гиперповерху исчезающих только на поверхности обращается в ноль то это означает что вот эта вот скобочка сама по себе становится нуем непременно так таким образом вместо этого уравнения движения мы получаем такое уравнение вот это вот я начинаю с этого слагаемого это производная у вместо производной по времени идет производная по всем координатам дальше уходит производная опять-таки не от обобщенной скорости а четырехмерной так сказать обобщенной без точки вместо пусточка стоит вот такая четырехмерная скорость минус dm по dq все это равняется нулю а вот вопрос да здесь вот частная производная под 3xm она сейчас подразумевается как полная нет именно частная почему-то ну вот в этом будет разница здесь вот здесь это была полная производная а здесь это частное производное координаты и время выступает на равное теперь это действительно вы заметили крайнюю разницу вот это у нас будет теперь новое сравнение движения как в предыдущем случае если координат несколько как в электромагнитном поле или поле для рака то здесь возникли несколько уравнений движения для каждой обобщенной координатой оттели вот это схема лагранжевых жизни в классической теории поля ну и например если вы возьмете теорию поля ландовую левшинс там как раз начинается объяснение того что такое лагранжевый подход в случае когда у вас есть не отдельные материальные точки а распределенные спида например электромагнитное хорошо ну а имея другой лагранжевый подход дальше мы спокойно можем говорить о законах сохранения потому что в лагранжевом подходе многие законы сохранения получаются автоматически я вам напомню что в классической механике это соответствует теории он какие Вам утверждается следующее. Предположим, что у нас произошло бесконечно малое преобразование координат и времени. То есть, например, координата Q, это есть некоторая функция времени, я уже не могу это писать, ты нашла другую координату Q, которая есть старая Q плюс некоторая ΔQ. Само ΔQ есть функция координат и времени. Так? Итак, и D преобразовалась подобным образом. ΔQ это есть функция тоже и координат и времени. И пусть при таком преобразовании, вид действия не изменился. Опять-таки, ΔQ сравняется на плюс. Только вот, когда говорят, вид действия не изменился, важно понимать, что это означает. Это означает, что в старых координатах и времени действие будет вот так. Это был интеграл от D1 до D2, функция Лагранжа, от Q, от DQ по DT, на DT. Интегрирование будет идентифицировано. Это был такой вид действия. Он должен не измениться. Что это означает? Это означает, что в новых координатах мы получим действие в таком виде. Интеграл от D1' до D2' Здесь будет входить Q' Дальше будет входить DQ' по DT' Интегрирование будет идентифицировано. Интегрирование будет идентифицировано. Принципиальной важности вопрос, что означает, вид действия не изменяется. Он означает, на самом деле, что вот эта функция новых координат и времени совпадает с составой функции координат и времени. Здешняя Элит. Здешняя Элит как функция совершенно одинаковая. Итак, пусть при таком преобразовании вид действия не меняется с точностью до D2' и D2' включительно. То есть, именно первые докториации, при таком преобразовании обращаются люди. Что это означает? Тогда, утверждает Элит Майортер, тогда в этой системе, обладающей, как говорят, такой симметрией, возникают интегралы движения. Эти интегралы движения выглядят таким образом. Если я возьму линию, это, вообще говоря, функция времени в реальном движении системы. Давно же идет на вот эту функцию, а D – это функция Q и D, а Q – оно тоже зависит от T, да? Давно же идет на B – это T. Все это будет функция времени, и, оказывается, эти функции времени есть не что иное, а как константы. Вот так вот. По-другому, еще можно этот вот как изобразитель. Если мы вот эту штуку обзовем D, то почему-то по традиции употребляют большущую пункту D, то если вот эту комбинацию мы обзовем D, то она оказывается постоянной, то есть производная во времени от этой самой вертодета равняется 0. Вот что формулируется в теореме нервной. Только нужно разъяснить, что за величины здесь фигурируют. Что такое P? В данном случае импульс, сопряженный к координате Q. Как он мог выглядеть? Ну, известно, что иное, как производная функция Лагранза, по кусточкам. А что такое энергия? Ну, на Кранжевом подходе энергия есть такая комбинация. Производная функция Лагранза по скорости, намноженная на обобщенную скорость, минус сама функция Лагранза. Вот такая вот величина. Ну, в отличие от этой точки, я не буду подробно рассказывать, как это доказывается. Это делается достаточно просто. Особенно, если рассматривать действие функции координат Q. Ну, вы помните, что это спокойно доказывалось только аналитической механики. Что вместо этого возникает? Да, еще один существенный вопрос. Так все было для случая, когда у нас была одна координата. А если координат много, то все это обобщается примерным опытом для каждой из координатов. А здесь возникает вот такая сонная. Как эта теорема обобщается в случае теории Коя? Ну, вот это Коя. Это у нас все было классическая механика. В следующую сонную сону мы видим. В общем, сегодня мы-то в течение двух минут. В общем, мы видим, что это получается. Фактически так же, но только возникает осложнение, связанное с тем, что координаты и время, как я напоминаю, должны выступать в едином четырехмерном единообразии. Как же это должно быть? Ну, все то же самое. Если при преобразовании координат обычных четыре радиуса вентра, это вультанал преобразования времени. Сейчас мы преобразуем и время, и координаты. И преобразование координат обобщенных, то есть влитки, 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 влитки равное влитки между дельцами. Фактически мы можем сказать, если преобразование четырехмерных координат и полей, потому что входит на самом деле поля, да? permet же влитки. И вот тут проявление обычно влитки, давайте с точки зрения поля, которое мы действительно не знаем. То есть влитки D rounds думаю, что я смотрю. то есть первую реакцию обращают в солдатную, то возникают аналоги вот этой личины как они выглядят? Выглядят они точно так, как выглядит энергия то есть в ходе производные, вот лагранжевая плотность здесь ходил производные по скорости или по обобщенной скорости так, долможенная, здесь ходила долможенная на скорость и здесь выглядит долможенная тоже на скорость только индексы, во всяком случае, могут быть разные минус, минус ходила в функции лагранжа сама и здесь войдет лагранжевая плотность ну, с вот этими разными индексами так, здесь у нас будет индекс неу нижний с дифференцировым по нижним получается верхний так, вот пойдем, да вот, это величина так это величина аналогично энергии она умножается на δp в нашем случае она умножается на β на β на β на β что при этом образовалось? при этом образовался вместо скорярной величины β θ некоторая величина, которая будет иметь индекс неу так хорошо дальше дальше входит производная что у нас здесь входило входит не импульс как бы есть производная от функции лагранжа по скорости это производная от лагранжа новости фасковости так обнажалось все это на δp так так сейчас что бы у нас тут с индексами не попутать на δp на δp и все это будет дефинциально малая величина местущая на себя индекс 1 так вот утверждение эта величина в определенном смысле представляет закон сохранения аналогом этого требования производная по координате равняется производные по координате производные по координате равняются 0 будет уравнение такого слова аналог это аналог четырехмерного тока закона сохранения вы знаете что из четырехмерного закона сохранения такого сорта следует утверждение что заряд который есть интеграл δp по соответствующему объему сохраняется я апеллирую к этому знанию отсюда сразу будет следовать что кто такое это рог четырехмерного это нулевая компонента так что отсюда будет следовать что если я возьму нулевую компоненту этого образования проинтегрировали дело по всему объему поток поток что получится будет постоянно величина вот что можно получить в прямой аналогии с классикой а еще сохранение потока сохраняется поток вот это и есть закон сохранения потока можно вот это и есть интегральное из этого следует что заряд сохраняется ну вот в нашем случае мы получили такое общее утверждение я его не буду доказывать просто это технически очень долго а идея очень просто прямое принесение образа действия классической механики нас звучит теория мы вместо этого поступим вот какие нам надо мы рассмотрим по кусочкам вот эти прямо за вами отдельно случай когда меняются только координаты отдельно случай когда меняются только поля и там докажем эту теорему там это технически делается просто а идея доказательства остается общий для общего случая достаточно громоздкая вещь если вы посмотрите доказательства этого в книжке Боголёва и Ширкова это там занимает несколько страниц осталось мне еще сказать что в принципе если есть много координат то здесь придется произвести сумму со всем этим самым координатом да ой это извините вот да ну и соответственно здесь нужно произвести сумму францем карминал вы помните что из этого общего закона сохранения мы получаем глобальные законы сохранения из однородности пространства следовал закон сохранения энергии из однородности пространства времени но это тоже все попробуем показать причем поскольку у нас время координата выступает единым образом то мы сразу из однородности четырехмерного пространства времени будет следовать сохранение энергии импульса да вот в следующий раз мы сделаем следующее мы докажем что из однородности пространства и времени то есть неизменности видов действия при таком преобразовании если это есть преобразование сдвигом четырехмерном множестве будет следовать закон сохранения энергии импульса это мы докажем и докажем что он совпадает с этой формулой то есть частичная терема у него это окажется при этом доказано все вопрос да а вот объективистская теория ну на замене уровня стрельбингера там а а что мы делаем с потенциальными ямами что сделаем с всякими там потенциальными ямами и всем таким объективистской теорией но это же будет взаимодействие уже мы пока смотрим свободные поля правильно вообще говоря потом мы начнем смотреть всякие ямы и прочее это уже будет взаимодействие разных полей пока что мы осваиваем азы то есть как описать невзаимодействующие свободные поля само по себе это сложно и хитро так потом эти свободные поля будем квантовать все это еще будут свободные поля причем для свободных полей законы сохранения энергии импульса вообще тривиально выглядит да в электромагнитном поле каждый осциллятор совершенно независимый и сохраняется энергия каждого осциллятора поэтому сохраняется энергия всего в целом это совершенно тривиально нет реальность конечно будет возникать в случае когда поля начнут взаимодействовать но это будет следующий этап для начала нужно освоить вот эту сторону до свидания до свидания